Просим вас поддержать нашу работу на Бусти. Осторожнее, коммунистические ублюдки! О, отвяньте, капиталистические свиньи! Эй, эм... Разве нам не лучше стать друзьями? Ого, моя дорогая Украинская Советская Социалистическая Республика. Мы живём в слишком разных мирах. Просто насладись моментом. Может, ты и прав. Давайте наслаждаться тем, что у нас есть. Ха! Советский Союз будет жить вечно! Прямо как наша дружба! Я прав? Да! Ха-ха, прав. Внимание, товарищи! В Советском Союзе была попытка переворота. Советские сторонники жёсткого курса предприняли попытку взять контроль над страной. Безуспешно. Но стоит задать вопрос. Дни Советского Союза сочтены? Думаю, я был неправ. Пора стать просто Украиной. Что за прекрасное чувство свободы на душе и рынке? Предлагаю, время пришло. Не будем откладывать неизбежное. Прощай, Советский Союз. Не переживай, у липкий красный друг. Твой сон не будет вечным. Поживём-увидим. Поживём-увидим. Эй, товариум! Я имею в виду старый добрый друг. Выглядишь потрясающе. Привет, Россия! Ты тоже... эээ... друг? Да-да, отлично. Эй, не хочешь присоединиться к моей постсоветской группе поддержки? Я называю её СНГ. В двух словах, это дружеский военный союз, контролируемый мной, то есть и нами. С членами твоего государства, конечно же. Эээ... Благодарю за присоединение к Содружеству независимых государств. Или, как модно говорить, СНГ. Ээээ... спасибо, что пришла, Украина. Несмотря на то, что ты не захотела быть полноценным членом. Плевать. В любом случае, давайте обсудим, почему Америка отстой. Ха, а всё не так плохо. Кто бы мог подумать, что мы всё ещё будем дружить после развала СССР. Эээ... всё будет в пол... А это ещё что такое?! Оу... В каком смысле у тебя ядерное оружие? Украина! Хочешь владеть ядерной мощью? Это угроза! Нет! Эти бомбы у нас остались от Советского Союза! И я даже не знал, что у нас их так много! Алло? Эти бомбы принадлежат мне! Ты это знаешь? Я это знаю! Даже забальзамированный мозг Ленина это знает! Я не против, что Россия вернёт их себе! Погодь! Ты там с Америкой дружбу водишь? Нет, я... В любом случае, определись, Украина! Хочешь быть ядерной державой? Столкнуться лицом к лицу со сверхдержавами! О! Забальзамированный... мозг Ленина? Чего?! Привет, ребят! Я буду краток! На канале Мистер Сферический мы делаем видео на актуальные темы и исторические события и стараемся быть объективными! Но у нас также есть ютуб-канал, где мы пытаемся избегать политики! Там за минуту мы рассказываем о исторических событиях, а также забавных фактах двадцатого века! О да! Там как раз должно выйти новое анимационное видео о Ганди! Так что рекомендую ознакомиться! И... да! Вся эта мишура исключительно ради рекламы нового ролика на канале! Если я смог вас заинтриговать, то все необходимые ссылки для перехода на канал в описании! Господа, сегодня я здесь, чтобы официально заявить, что я буквально не хочу иметь хренову тонну ядерного оружия в своем подвале! Я просто хочу дружить со всеми! Так что я возвращаю их к России! Но! У меня есть условия! Ну началось! Против меня не должно применяться военное или экономическое принуждение! За исключением случаев самообороны или в соответствии с уставом ООН! Я буквально безоружен! Давайте будем жить дружно и не нападать на меня! Пока мы не почувствуем угрозы, да? Ну то есть, как я сказал, пока... И это не имеет юридической силы? Нет, но... Крутяк! Просто уточнил! Хрен! Давай сюда бомбы! Так, теперь, когда все улажено, я могу вернуться к... Эй! Дружище! Скучал по мне? Мы с тобой виделись буквально час назад! Я тоже скучал! Эй! Раз уж ты так хочешь вернуть все мои подарки, можешь вернуть мне Крым, а? Нет! Крым проголосовал за независимость, как и все мы! Понятно? Ты меня напрягаешь своими мутными сделками! Боже! Как банный лист! Эй! Грузия! Украина! Как дела? Хорошо! Да-да, все хорошо! Несколько лет назад произошла оранжевая революция! Бывает, да! Но знаешь, у меня все хорошо! Здорово! Есть новости от России? Ну... Я думаю, он очень скучает по старым временам, но... Эй! Че как? Видали моего братка? Организация Североатлантического договора! Друзья зовут меня НАТО! Так вот! Маленький Орел принес весточку, что ты хотел бы иметь лучшее отношение с Западом и что вы хотели бы защиту от России! Так что если мы обсудим волшебный трубопровод к членству в НАТО? Обсудим? Да! Так я и сказал! Присоединение требует время! То есть вы хотите, чтобы мы публично обсудили вопрос о присоединении к группе, которая была создана, чтобы остановить Советский Союз? Что ж, либо так, либо вы сами по себе! Возможно, это не такая уж и плохая идея! Ну не знаю! Неверный шаг может испортить мои отношения с Россией! Кроме того, вы забыли, что мы дали им наше ядерное оружие? И что наше мирное соглашение аннулируется, если они почувствуют угрозу и просто проигнорируют его! Расслабься! Я абсолютно уверен, что Россия всё поймёт! После признания отколовшихся регионов Грузии независимыми государствами, Россия вторглась в Грузию и начала быстрое продвижение в сторону Тбилисси. Эй! Думаю, Россия всё не так поняла! Эй, я тут ни при чём! Откуда мне было знать, что сделает этот сумасшедший? Вы что, шутите? Здоров, старый друг и товарищ! Маленькая птичка напела мне, что ты хочешь дружить с НАТО! Ты же понимаешь, что это усложнит нашу дружбу, если... Не знаю, они поставят ракеты в Украине и наведут их на Москву! Паранойя, как всегда, Россия! НАТО! Украина! Ты сейчас разговариваешь с этим скользким пронырой! Вы оба позвонили мне! Прочь, Россия! Ты проиграла холодную войну, а теперь ты проиграешь Украину! Нет! Украина и дальше останется нейтральным буферным государством! Тема закрыта, ублюдо... Россия, нет! Я не буду ничем буферным государством! Почему вы, большие ребята, притворяетесь нашими друзьями, когда вы просто хотите использовать НАТО сфер поменьше?! Если под сферами поменьше, ты подразумеваешь меньшие страны... КАРКИНИТЬ НАТО! Почему ты такой напористый?! Вы оба такие чертовски напористые! Ладно, надеюсь, что теперь-то всё будет хорошо! О-хо-хо, сумасшедшая вечеринка! А! Россия! Что ты здесь делаешь?! Просто пришёл проведать тебя, старый друг! Я слышал, что здесь всё стало немного беспокойно, поэтому я пришёл... Килки мне! Ты лучше меня знаешь, что здесь происходит! Ведь половину этого ты проспонсировал и организовал! Я... Я не могу больше быть с тобой! Я думаю... Я думаю, нам нужен перерыв! Я просто хочу общаться с ЕС! Ну? Скажи хоть что-то! Россия? Эй! Говори когда- Чувак, какого чёрта?! Ха! Наконец-то Крым мой! Вот почему ты пришёл! Блять! Ну всё! Я точно выхожу из вашего дурацкого содружества! Заткни хлеборецкую и слушай внимательно в последний раз! Если ты и дальше будешь дружить с НАТО и ЕС, я тебя отделаю реально жёстко! Очень жёстко! Бля-а-а! Похоже, Украина сближается с ЕС. Плюс они становятся конкурентами наших сделок по природному газу. Так, что вы скажете, если мы туда вторгнемся? Разве это хорошая идея, сэр? У Украины большая доля по производству пшеницы. Не волнуйся, с нашими суперпродвинутыми и скоординированными военными силами у нас всё будет под контролем в кратчайшие сроки. Верно? Верно, ребята? Верно! Верно, с суперпродвинутыми и скоординированными военными силами Кроме того, не думаю, что Запад собирается вводить против нас кучу действительно жёстких санкций, которые полностью разрушат нашу экономику. И ведь правда? Да, да, да. Солдаты, делайте своё дело. Вниз, малыш, вниз! В других новостях. Россия только что начала вторжение в Украину, заявив, что планируют денофицировать страну. Союзники по НАТО начали серию санкций против России. Но... Но почему? Не знаю. Какая-то запутанная геополитическая чушь, которая разрушит вашу и мою жизнь. Что ж, я знаю, что должен ненавидеть тебя, но... Будь осторожен. И я знаю, что должен обвинять вас в том, что делает ваше правительство, но... Спасибо. Всем привет! На связи мистер Сферический. Благодарим всех, кто поддержал наше видео на Бусти и Патреон. Это было одно из самых сложных видео, что нам довелось сделать. Особенно учитывая тему. Поэтому надеемся на вашу финансовую поддержку. И снова, напоминаем о канале Обратная Сторона Истории. Повторюсь, ссылка на YouTube-канал в описании. Ну ладно, увидимся!